На Кубани готовятся к первомайским праздникам. В демонстрациях и парадах примут участие сотни тысяч человек. Для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, все службы правопорядка будут переведены на усиленный вариант несения службы. Вопрос обеспечения безопасности на майских праздниках обсудили на постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, провел которое губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В совещании приняли участие начальник краевого управления ФСБ, прокурор Краснодарского края, руководитель следственного управления на Кубани, вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, главы муниципалитетов. Мы сегодня вместе за одним большим столом находимся и вместе с вами сегодня обозначаем те задачи, которые сами же будем реализовывать. Для того, чтобы Кубань оставалась спокойным регионом, чтобы Краснодарский край оставался стабильным и социальным, экономическим и политическим. Обеспечивать безопасность в майские праздники на Кубани будут около 3000 полицейских и более 4500 казаков. Из числа наиболее подготовленных представителей казачества в крае создадут 424 резервные группы для немедленного реагирования на экстренно возникающие ситуации. Казачьи патрули будут дежурить не только на улицах и площадях, но и на объектах транспорта, постах ГИБДД. Все объекты жизнеобеспечения, подвалы и чердаки многоквартирных домов будут проверены на антитеррористическую безопасность. Особое внимание будет уделено общественным местам и вокзалам, которые проверят кинологи со служебными собаками. На особом контроле сотрудников МЧС и глав районов должны быть популярные места отдыха людей, в том числе у водоемов. В случае ЧС вся необходимая техника должна быть в полной готовности. В Славянском районе в охране общественного порядка в праздничные выходные будет задействован весь личный состав отдела МВД. Сотрудники МЧС и пожарные будут приведены в повышенную готовность. С целью недопущения экстремистских проявлений будут проведены встречи с представителями общественных организаций и политических партий. Все необходимые мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности должны быть выполнены в полном объеме, подчеркнул глава района. Чтобы все это выполнялось, все попутно расписано, план есть, поэтому хотел бы обратить внимание, чтобы все было выполнено.